Нас-то замьете или хоть? Да? Оха-ха-ха! Ничего никто не начиная! Добрый вечер, уважаемые зрители, почитатели автоспорта и просто-напросто зашедшие на огонёк на kraken.sus.br С вами, как уже, наверное, привычно, воскресным вечером Кракен Реномрейсик Чемпионшип Самый случайный чемпионат по автоспорту Виртуальному Ну и конечно же реальному И мы с вами готовы уже встретиться В последний раз за этот год Потому что у нас что? У нас финал шестого сезона С вами как всегда работает Чизис То есть я и мой коллега, который Представится и поздоровается с вами самостоятельно Добрый вечер О, у меня РФактор вылетел И у меня вылетел Мы выберем трассу Внизу у нас на последний, по-моему Вырубили, не надо Или вырубили Вырубили, они сейчас трассу Рандомом выберут и вырубят всех Ну что же, молимся Вот, мы выберем трассу, потому что у нас одна из трех трасс Представлена, да? Только именно это говно, на которое мы не взяли Говори сразу Тут на всех трех Сейчас нажимаю кнопочку рандом Монореаль Монореаль Это не стоит трассу, на которой я не тренил Конкретно эти были Немножечко позже Сейчас у нас традиционная настройка сервера В абсолютно Там, где Виделся свет Погода по прогнозам И у нас Загружается сервер Господа Милости просим Как говорится Традиционная прогресса длиной в 10 минут Традиционная квалификация длиной в 20 минут Традиционный вармат длиной в 5 минут И традиционная гонка длиной в час И нетрадиционные калютры Так как уже вы привыкли Единственное, что Несмотря на то, что вы привыкли Это все случается в последний раз Я уже, наверное, не устану об этом напоминать Всю последующую трансляцию Но просто Все равно какие-то сентиментальные чувства проявляются во мне Понимаешь, Клауд? Клауд? Че? Не пропадай так, пожалуйста Я не пропадаю Я слежу за всем, чем можно следить Желательно, чтобы ты следил за трансляцией, пожалуйста Я за всем не слежу Я, наверное, должен сказать про то, что у нас в чемпионате происходит Обычно с этого С этого у нас начинается трансляция А вот в чемпионате у нас как бы все решено Ну, относительно Потому что чемпион у нас Игорь Пешков Он же Дарк Дизель И он сегодня Идет такую гонку почета Если можно так сказать Человек, который Отличают Отличают Да, да, да Это знаешь, это как этот Я даже не знаю, с чем сравнить В ТТ у нас знаток Формула-1 Когда-то в последний раз было, что вот Зрители приветствовали чемпиона, когда он приезжал в ранге чемпиона на последнюю гонку Мне кажется, что Алонсу, по-моему, добыть каширку Какой был, я не помню Черван на месте, я тут Прямо в предпоследнюю гонку, чтобы выигрывали Да Ну, а пока Клауд думает Я скажу, что Несмотря на то, что чемпионство уже решено И, кстати говоря Игорь Пешков, если Все будет так, как Было у нас на практиках То Игорь Пешков станет Первым чемпионом КРРЦ Который завистизнодержал всего лишь одну победу Вот И Самая главная интрига у нас сохраняется В борьбе за вторую позицию Потому что на вторую позицию У нас претендует аж 4 пилота Один из которых, к сожалению Не сможет сегодня прийти Это Андреас Всяки все еще говорю Самый продуктивный пилот из 6 стратов Такой Вот И 3 пилота, которые непосредственно будут бороться на трассе Ради Титула вице-чемпиона Это Камуй Это Кухар И это пилотка-барабан Между ними всего лишь 12 очков Это означает то, что Тот, кто вышел в финишерах Тот, как бы, и победил Вот Все довольно просто Все довольно понятно Казалось бы Что же касается дальнейших перестановок в чемпионате То там уже Отрывы разнятся И Гордон Фроман проигрывает уже 24 очка В пятом месте Гордон Фроман находится на 6 позиции Серкс проигрывает Гордон Фроману уже 67 очков Кеслер проигрывает Серхсу 11 очков, кстати говоря Здесь тоже может быть борьба Уайт Эррор проигрывает еще 60 очков Кеслеру Ну и далее уже пилоты Которые обычно не с самого начала чемпионата К сожалению, среди них записался Бейлайт из грима космократов На 13, 12 и 11 позициях Но у них были объективные причины Которого того, что На несколько гонок Они у нас не пустят Далее у нас на 14 На 10-й Руслан 35 рус Прекрасный Прекрасный сезон проводит Несмотря на то, что Всего лишь с пятого этапа начал участвовать этот пилот Далее на 14 позиции Котфорум ИССР Далее Сайкроус Лаймилани Шикоист Виткерсон Ампомерсин Диаблик 1383 Фцист И Алексином И остальные пилоты, заявившиеся Не выходили на старт вообще Ну и кстати, да Я тоже Я чувствую обязанность сказать то, что Традиционно последняя гонка В Кракендано Брэйчинг Чемпионшип Ну, как это повелось Она проходит на Формула 2000 Точнее, просто на Королеве Автоспорта Жемчужине Любого гоночного события Это Это, конечно же, Формула 1 И Вот Сегодня Ну и, конечно же, пилоты получают Валиды В зависимости от меня В чемпионате, но Скажем так В обратной пропорции Те пилоты, которые набрали Самое Меньшее количество очков Те пилоты, которые в реальной жизни Показались себя лучше всего И наоборот Но, к сожалению, в РФАКТОРе не всегда Ранжирование такое имеет смысл, потому что Машинки в моде очень похожи быть на ГРУГ И там не так много отличий, как было в реальности Ну, конкретно в этом, может быть, и нет Конкретно Здесь чувствуется, что Разные валиды По-разному продаются Даже чисто внешне посмотреть Машинки-то очень разные То есть они друг от друга сильно отличаются Тогда сумрачные гении просто вовсю боролись Я даже не знаю Да, не так, как 70-й Смотри, нотиру, это вообще какой-то На какой из первых Который темно-синий И, естественно, в этом чемпионате было На котором Кеслер едет? На котором Войтеррор едет, например А, на котором Войтеррор едет Да Войтеррор едет на Тиррелле с двигателем Ford, например Да? Не знаю Не, ну там просто это Там Тиррелл спустя 4 гонки чемпионата Перешел на другие моторы Поэтому он получил аж сразу две строчки В общем, по нормальной проблеме даже со входом был Со шутоком с третьего раза Войтеррор, войтеррор, зачем так медленно войтеррор? Вот Ну, кстати говоря, да Раз уж я заговорил об автомобилях То, наверное, стоит сказать По крайней мере, из тех Из тех, кто сегодня присутствует Кто на чем едет Ты же будешь переключаться, да, сейчас? Я... Блин, прошу прощения! А ты будешь переключаться в это время Правильно я понимаю? Да, да, да Да, вот Для пьетка парабанки, например, пока что Демонстрирует лучший результат Он едет на Альфа Ромео Тогда еще Ну, тогда уже Команде третьего эшелона Так получилось, что В чемпионате 85-го года Они дадут квалификацию на конкурсы в следующий несколько раз Игорь Пешков едет на последней американской команде Перед нынешним хаасом Это тогдашний хаас Это, конечно, всего лишь два Да, да Мы всего лишь каламбуры На самом деле Для тогдашнего хааса Болида строила Лола И Лола в 85-м году Результаты будут просто замечающие Потому что Заявиться на одну гонку из нежи сайты Нет, это совсем Пока что третий у нас Серкс и Серкс заезжает в где-то Весь через несколько раз Все время у меня интернет Проводит творить какую-то дичь И я веду дропы О, боже Нет За что? Я не знаю, чувак Как ты? Меня колпатит очень сильно Что происходит? Можно, можно, пожалуйста У меня дропы и текады не имеют Очень сильно Не так Я не так Понятно Как раз не может его просто собачить Ну, давайте, когда это собачить Я Выйду из плитатора, потому что Ну, тоже эту информацию Игра мне не дает Касание, машины не управляют В этом революте Ты пока скажи, как мы тебя с... Это скогнуло! И когда мы... Я вообще предложил бы повысить все-таки прочность Чтобы хоть кто-то доехал до финиша Она так и сделала бы Ну, сейчас я поднялся на сервере Касание за полную паузу Я бы не знаю, процентов 50 бы поставить Вместо 25 Странно Небольшую структуру Погаятного Видео, нормально Режиссер трансляции Депп Это, короче, я нам решил Мой провайдер, который меня очень редко когда помогал Решил такой Эх, подведутся я И не подвел Вот, ну, бывает Бывает, бесспорно Такие моменты Не исключение Кто лидирует? Покажите привет всем В сезоне уже никто не лидирует Потому что Игорь Пешков чемпион Вот, ну это вкратце Так, я тут остался как раз таки на пешке И я, к сожалению, серкса пропустил Но к нему мы вернемся Потому что, вот, сейчас Немножко менялись из атак Вот на третьем месте Счастлив Кухард И он едет на валиде Команды Закспид Которая больше знаменита тем, что Готовила Кузовные валиды Среди них, наверное Вам известный ПМВ 3.0 Через СЛ Буквы Какой из них всех Не помню Первый Черт ДРМ, в общем Вот За ним Сейчас Пре Протоколе Так В общем В Треничной ситуации на трассе За ним следует Если он едет на 2-ой трассе Ихтирала На сезоне Когда изменили поставщиков моторов К сожалению Я забыл Потому что Они, кажется Да Они перешли с кордов на Рено И он едет на Тирал Рено В то время как Вайтера едет на Тирал Корт Далее Вот уже упомянуты мной и Серкс Серкс едет на Валиде По Селу К сожалению Про эту команду Я не успел подготовиться Единственное Что я могу сказать Что из своего опыта Она управляется По моему мнению Скромному Немножшему хуже Чем в детстве Да То есть специально, да? Он мага это Как-то вроде Что-то Подиум какой-то был Или я ошибаюсь Сейчас даже не скажу Как же он срезает? Господи Как же он срезает? Господи Да какого? Гордон Фроман сейчас Сейчас аэропрогревочный круг был Ну давай дальше Как вообще эта машина должна ехать? Как вообще эта машина должна ехать? Да есть Тыр Ну учитывая, что у каждого Своя машина Срезает и пропал Видимо его Просто я сейчас не еду А я сейчас не еду Как про свои Он решил показать не статичную картинку Сейчас Видно было на картре сердца Как раскаляются передние тормоза Как раз она Смотри, если первая прогревочная Она прошла хорошо И больше она не едет Я, пока я успел говорить о том Он едет на легендарной машине Минарде Вот Я тут Космократор успел На своём Жёлтом чайнике Показать Пятое время А Жёлтый чайник Ничто иное Как Рено Первые болиды Которые Вывели турбомоторы На принципиальный Новый уровень Но это было В конце 70-х А вот В середине 80-х Это уже была Вполне себе Команда А у нас Прошла уже практика Пока я тут Я успел всех огласить Мне успел даже про трассу Рассказать Я думаю, что он будет Немножко попозже Вот А у нас Практика готовится к старту 20-минутной квалификации Напоминаю, что Время ограничено Зашибись На красный свет Сигналы светофора Не выезжаем У меня на практике улетал Причём Время потерялось Кому-то проезжает Я подозреваю, что нет Но По крайней мере Я сделал попытку Ох толпа какая Коллективное фото Просто коллективное фото Пилотов Я считаю По-моему тут Зелёного светопора Вообще не бывает Эй Не ваш народ Чутко для тех кто в теме Юс Хэммель Чётко знает Когда бывает Есть красный светопор Когда нет Тiempo Это раз похоже А так и улит Цвет Through Небольшой тычок А машина ведёт Да Ух как было Блин Чуть-чуть Прямо скользнул Памują Ух Я еду просто Капля Камера какая-то потеряная Да На первом круге Так, мне кажется, что у нас темнеет. Они еще решили эфикацию ночью правила вводить. Вот великолепный зон спешл от Лотоса, красивейший. Мега расцвет, на самом деле. Одна из самых стильных в чемпионате. Есть разные клоунские вычленные, но вот этот Лотос. Покорил сердцем ноги. Часок машиной, а? Я не понимаю. Плау, ты меня слышишь сейчас? Да, чем не обзывай машину вот этим лотосом. У меня, к сожалению, R-Factor отказывается переключаться на квалификацию. Потому что машина хороша, а вот то, что мы делим, это не машина. Вещут мои, кстати. Ай, нет, мари! Да вот я вот, что-то не понимаю. Он просто обиден. Я как слепой котенок, я не знаю, что происходит вообще. У меня фотки тут вообще под этим телестайлом кадров очень мало людей. Что происходит? Вангую, первые два круга, половина пеллетона вылетают. В середине гонки останутся 3-4 человека. Одна половина пеллетона вылетает в другую. Вангурат бурят вообще чемпионат должен был выиграть. Волнее может быть твоей грид, но на рожид пропуске нет, мне не нравится. Не говоришь, что на канаде даже кто-то поедет. Ужасно. Ужасно, по-другому, зато попал в этот полон. Угу. Ужасно. 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 житонез это французский вы говорили, да? нет, не французский, это Ванаби французский ты французский, твой диалект украинский французский да, пиджин французский пиджин, да не буду употреблять термины, которые узнаю только я все знают пиджин, все читали мою прекрасную лидер кому и ездит ни на чем-то страшном, а на бенетоне, я попрошу это очень что-то страшное это бенетон я вижу, что это бенетон это расцвет это прекрасный расцвет а что, я реально один сейчас завершил? ты еще скажи, что тебе расцвет ух ты кто-то подведел на стартовой ух ты лета баров бар, бар вообще алё, первые, 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 первые сезоны их появления в формале 1, когда у них было 2-2 полнгаболида выкрашенных, разные спонсоры, это непрекрасно ну привет, Афина, какой расклад по лидерам, где посмотреть? у нас за второе место борется всего 5 человек не 5 не 5, а вообще 4, но математически могут может вторым стоять еще даже и серкс но это очень мало вероятно ну, первое место да чемпион у нас Игорь Пешков так что поблагодарите этого спасителя ну и сейчас пытаюсь все еще запустить бергфактор но а я пропустил а то есть у админов тоже все фактно проблемы сейчас у нас борются 4 пилота один из них, к сожалению, сейчас находится в чате Аня с нами на трассе и это кому и клуб артебиолога врагон вот так вот этот заборчик мне нравится он нескольких людей на моей памяти собрал подожди, заборчик? нет, не стена чемпионов? нет, заборчик заборчик не успевает поворачивать землю а тормозит и не успевает и езжать в заборчик вот смотри, вот смотри в формуле 1 есть стена чемпионов у нас будет заборчик чемпионов заборчик чемпионов, да потому что Доргизель же туда заехал, потому что он самый первый вот, точно чемпионов все уже все заборчик чемпионов уже готов заборчик чемпионов уже готов я, я потихонечку приближаюсь к тому, чтобы наконец-то запустить я на пятом вечер знаете, у меня кто сейчас на третьем идет я отпускаю зяблика очень сильно не обижайтесь я не слышу я слышал я слышал я его отпустил сейчас просто приближусь немножко к микрофону я прошу я прошу прощения за подобные технические радиусы но, с ожиданием, это не случается так у нас уже прошло 5 минут и, можно сказать, почти сегодня показали времена вот и в меже время очень быстро я скажу вам а там, слушай, на последнюю шикану передвиги не связали? не знаю, но для старой для Канады на старых машинах это очень быстро ну что это мне подсказывает? что это подсказывает? что ребятки просто едут на тренинг шиканно для того, чтобы взять побольше скорости перед началом весовом я не знаю хехехех почему что там? а там он много ну немного ну немного резину дохи много очень много в общем, ехало два человека не знаю, что это дворец ну отлично тю 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 а такс я я сейчас мы тогда этот проедемся в круг по трассе, да? да, да сейчас надо подобрать человека, который заканчивает свой прогревочный круг вот давай на кому и переключимся тем более, что он как раз сейчас уезжает на прямую перед последним шиканом лучший аттракцион по любому себе еще раз на прекрасный пенеттон запускайте музыку из любительного озера он потрясающий с флагом нигерии лучший болид сезона вот, Камуи сейчас заходит в последнюю шикану переходит, проезжает с темой чемпионов и выезжает на стартовую прямую направляясь прямиком к первой связке поворотов которая состоит из вот этого правого небольшого изломчика левого резкого поворота торможения до второй передачи и виража Сенны который прокладывается довольно необычной траекторией едва сейчас не задел зяблика Камуи выезжает сразу же к следующей эске как говорится, что в Монреале это красота тысячи эсок вот одна из них как раз таки завершает сейчас Камуи выезжает ко второму сектору а второй сектор у нас тоже очень резкое торможение передачи еще одной эской левый правый поворот красные диски тормозные видны здесь опять же нужно учитывать для того чтобы не влететь стену на выезде еще одна эска которая точнее даже больше шикана опять же резкое торможение очень важно здесь выбрать правильную траекторию до 150 км тормозят здесь пилоты выезд на еще одну небольшую прямую прямиком то штырьки пит одного из самых медленных частей чемпионата Формулы 1 он сейчас просто монреальский дрифт продемонстрирует Камуи вот опять же если немножко перегазывать можно было заметить как Камуи уезжает стенку и самая быстрая часть трассы это прямая сейчас валиды на ней разгоняются аж до войсковой передачи тогда у Формулы 1 все внимательно до пятой скорости почему мою машину не завернули каждую передачу а так конечно же один ГПО в рейтинге он немножко меньше возгоняется и снова последняя шикарность на чемпионов и выезд на стартовую прямую дипломой показывает свое время к сожалению его не улучшает и остается на своей шестой позиции вот так выглядит монреаль это хорошо расположенное в парке который кстати говоря ну это нас на так это сказать на острове искусственном острове у пилотов которые показывают сейчас высокие времена такие как пилот барабан у него смалка сколько была 308 ну это было на другой трассе здесь не располагаю такой не располагаю такой информацией в машинке можно раскачегарить до 370 можно да но здесь здесь напрямую их можно раскачегарить до 325 я говорю про поможет у меня этот человек способен на больше единственное что мне сейчас напрягать то что я абсолютно не владею никакой информацией скоростей пилотов потому что сорян но у меня колесо задержанное скорую повтор все пожалуйста спасибо хорошо я посмотрю в этом поиске кстати говоря я заплету нас сегодня единственный феррари ну что что ну ну на прямой ну на прямой ну на прямой вот на прямой ну на прямой что перекладка что верно значит на прямой ну ладно я увидел он там на заднем плане он на старту как у меня машина как-то прямо не едет обалдеть что то а почему андреас подожди 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 секунду почему андреас говоришь что здесь сквал надо не знаю я перепутал машинки там я думал красный там зябли было там не зябли ну ладно а что ты хотел за машинку я скажу ну ты расскажи дальше про какую машинку а а так сейчас Игорь Пешков я говорил что у него Лола Хаас у тебя вот барабаны Альфа Ромео сейчас с Кеслером там связались на третьем повороте у 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 вот у у у у у Бенетон прекрасен. Кухарт и его Загспид, который раскраской немножко напоминает Макларен. Далее Камуи и его Бенетон. Прекрасный Бенетон в пятах. Космократор и его желтый чайник Рено находятся на 8-мой позиции. Космократор и его Тирл Рено на 8-мой позиции. Слаймилани и его Джон Плеер Спешл Лотус, черно-золотой, легендарнейшая раскраска на 8-мой позиции. Серкс и его голубая Ацелл на 10-м месте. Зяблик со своей Феррари находится на 11-мой позиции. Гримм оккупировал 12-ю позицию. Я сейчас скажу точно с чем. У него Лежье. 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 Далее у нас Шикаист на 14-мой позиции. У него Вильямс. Понимаешь, что у нас даже Вильямс есть в гонке. И Лайтера на Тирольфорд. Ха-ха-ха. А вылез? Первую пятерку с очками, да? Игорь Пешков 633 очка, чемпион. У Камуи 526, у Кухарда 523, у Андреа за 516, и у тетки барабаны 514. А между Камуи и пивотным барабаном 12 очков разницы, это примерно в расстоянии одной позиции. То есть, кто выйдет лучше приедет, тот и Вильямс. Ну, ребят, ну, на втором месте же никто не хочет пить, правильно? Ну, не надо. И возьму это ты себе. Мне нравится эти чемпионсы. Я их коллекционирую. Нет, это не интересно. Роман, настрой подрезок, который у тебя вообще не выцепляет. Слем выцепляет. Ну, ну, так надо. Господи, там Вильямс, Лайм, Лайне, что-то совершенно непонятно. Как у вас машина, хорошо прыгает. Я напоминаю, что машинки, как бы, хрупки немножко, поэтому будьте аккуратны. Ну, мы на ваших руках открывали. Ну, от меня, не относительно хрупки они, конечно, крайне прочные для машин Формулы-1, которые от любого чеха могут оказаться на мелкие кусочки. Ну, у нас все поедет. Мы и так чекаем. Предлагаю в конце гонки выехать на трассу. Потрясающе. Уворачиваться два круга от нас всех. Ааа, задемонстрировал только что надо срезать. Надо срезать. Немножко хрупкой. Я от стен. Внутри что-то. Ой, я время показал. Обалдись. Ой, ё, народ, на меня камеру кто может? Тот. Ну, а вот у нас все 14 пилот показали время и можно за 6 минут до конца говорить так. Либо предварительный результат. Когда вот ты при среде ешься. Ну, это будет снова машина одинаковая по характеристике. Ну, на самом деле это не так. Они выводят совсем не так. Ну, разве что может эта ситуация не так разительно, как это выглядело в тогдашнем чемпионате. Ну, и вообще очень тяжело реализовать такую разницу в автомобилях. Только по каким-то выступлениям, по каким-то догадкам. Особенно учитывая то, что... Особенно учитывая то, что... Официальных данных по передачам, по включающему моменту мотора и по прочим динамикам мощностей... ... ... ... ... ... для рождения но это был программ 30 лет какая информация но если если разработчики это есть вообще рад сейчас на последний шуток к вольные у тебя такое происходит очень страшно а я кто из вас и срезает негодяи вот мы постараемся по поводу того что Андрей должен быть первым и сколько он может быть у славы кримии спец ой поэтому Андрей за 6 стартов 2 победы и 3 вторых места и 1 пятое место 4 каждый католик собирается да 2 победы 3 вторых места и 1 пятое место и 4 и 4 уже 5 нет да 4 не выезды на этап и 5 не старт потому что один из этапов был в войне делом таким же сложение в вагонах он был в войне да Красиво выиграл четвертое место так штраф то такое надо серьезно серьезно да потому что они набрали очки им отдать мне что там у тебя происходит когда 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 он запустится 3 минуты до конца квалификации пау пожалуйста я прошу пока ты тут заходишь у нас есть официально лучший результат всего наверно я не знаю Игорь Пешков вышел 8 минут 20 его результаты дни 19-1944 находится сейчас на первом месте проезжай сейчас через шпильку Пит и демонстрирует потрясающий результат потому что ближайший преследователь его барабан отстает от него на 557 тысяч ну вот не то чтобы доминирование ну вот не то чтобы доминирование вот на третьем месте Руслан 35 он остает уже на 2 минуты вот это доминирование 2 минуты ой 2 секунды чёрт 2 минуты на трассе с длиной минут 20 неплохо квалификация квалификация да а вот пожалуйста не пугай меня и не говори что у нас не будет трансляции сервер тебя должны пустить потому что ничего такого за ним не замечалось в последнее время что я пленю в начале пишет что последнее место за мной должно быть я не знаю 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 да человек сейчас космократ нет оказалось это был а не только у который срезан последнюю последнюю шикану из-за этого заработал себе третье место и у нас к сожалению нет механизма чтобы аннулировать этот результат и и не штрафуют за срезание этой связки так что это очень нехорошо ты ты запомнишь и запишешь я уже я уже поставил палочку 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 я я может администратор всего это дело но я не могу просто так оставить гонку потому что опознавший оператор не явился на съемочную площадку сколько там времени 55 секунд до конца квалификации но как услышал вот вот все зашел ура ура наконец-то ура значит ну ты ты можешь переключаться и показывать кто в общем говоря предварительные результаты квалификации таковы что на первом стартовом ряду у нас находится Игорь Пешков и пиво водка барабан это соответственно Лола Хас и Альфа Ромео на втором стартовом ряду у нас с Гордом Фроман со своим Минарди я запомнил что это было нечестное достижение результата но ничего не могу с этим сделать к сожалению вот это 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 деморализует да 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 вот и Руслан 35 Трус честный человек я искренне ему восхищаюсь вот теперь хорошо да теперь вроде баланса установлен на Эреузе да на третьем стартовом ряду у нас Закспид Кухарда и Рено Космократора несмотря на то что Космо очень много говорили о том что он не умеет ездить на Формуле 1 он все таки умеет ездить на Формуле 1 но он эльф в 80 уровне просто да на четвертом стартовом ряду у нас ну да Бенетон Камуи и Тиррел Тиррел Рено Тиррел Рено Кеслера на красивый Бенетон да на пятой стартовом ряду у нас находится White Terror и его Тиррел Форд и Слайми Лани со своим лотусом на пятом стартовом ряду на шестом стартовом ряду Серкс и Оселло и Зяблик и его Феррари и замыкают у нас на седьмом стартовом ряду два пилота это Грим на своем сейчас скажу точно на Лежье почему-то забывай и Шикоизе Уильямси 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 Заканчивается заканчивать свои быстрые прыги ну кто как космократа отправляется в стены переворачивается а кто как например Гордон Фроман спокойно доезжает в финишный круг сейчас я за тобой внимательно слежу Гордон Фроман если ты срежешь еще раз связочку ай-яй-яй-яй-яй-яй специально специально чтобы ты его в кружочек не отвел второй раз да но я уже отвел его в трикер за то что он издевается над создателем чемпионата скоро будет других задевать этим кружочком ну а нафиг вот и заканчивается квалификация и сейчас скорее всего ну не скорее всего а совершенно точно начнется вармав когда вот AirFactors облаговолит переключить а он уже это сделал сейчас и пять минут вообще угадал да 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 Фроман сейчас говорит очень дельный вид что я могу его переставить на пятую позицию я не успел заметить как Гордон Фроман оказался на четвертой позиции потому что Коля показал третий результат вот вау вот это вот прям знаешь сверх неожиданная ситуация да а Коля тоже срежу нет я последний друг нормально проехал я срезал тот который там какой последний раз несмотря на то что пилотом карабановой дыры уже на трассе недавно сигнал с фактором только-только загорелся но я так понимаю что пилотом законы не писали вообще последняя возможность выпить водички покурить для тех кто курит ну и все настройки наконец-то ха-ха-ха я напомнил тебе выпить водички это хорошо Покурить для тех кто курит сходить в туалет для тех кто ходит в туалет шах все стеснешно да что космократор тот сейчас так классная что так крутился я умер в виске не исключаю любую индентичность любые физиологические особенности человека был гендер и был гендер ну кто.. может кто-то не ощущается человека немного пробовав в вертолёт устарело ты думаешь кто-тоimonеолотые? Кто-то ощущает себя с БТРом. Вот, и можно сказать, что это гендерфрейд и БТР с X-Slow. Я просто в теме. Спасибо. Пожалуйста. Мне некуда было деваться. Да не, мне как раз город не хватало. Белую линию на выезде из плитов, но, к сожалению, как бы мы об этом не говорили, все равно пилоты будут нарушать. Сейчас скамуй кухар, ты пешку сейчас пропустил. Бой приказ сейчас, скамуй перетормозил, пропустил кухар. Это из такой гонки будет, так что прям без контакта. Я тормозил. Я сам тормозил. Я тормозил. Я перетормозил. И в принципе у тебя что музыка играет, я надеюсь? Да. Молодец. Финал, и наконец-то все нормально работает. Нет. Опа! Бешгард уже на вармапе становится на свою законную первую позицию. Зацени, какая прекрасная, прекрасная композиция. Да, да, да. А, он тренирует старт. Он тренирует старт. Кстати, ну, Терресектор тренирует старт. Со своего места на статуе. А не рейтлопы нельзя, что ли? Да. А вот сейчас. Да, нельзя допланировать. Нужно больше не двигать. Как меня красиво объехали из двух сторон, а? Без полной минуты до конца вармапов. И вот сейчас Пешков, наверное, тренирует какие-то гоночные настройки. Смотрит, как будет выглядеть его первый круг. Но мы-то все прекрасно знаем, что на первом повороте у нас может быть полный расколбас. А может тебе и не будет? А ты точно не скажешь! Знаешь, знаешь, судя по тому, когда я участвовал в прошлом сезоне, то, что ты квалифицировался первым, абсолютно не гарантирует, что ты не попадешь в передрягу. Юзы говорит, какова убогая машина. Аааа... Вся блин, ты грустая птица. Ну, самая убогая по меркам сезона реального, это Лола Хаас и она у Игоря Пешкова, который ником не квалифицировался первым. Так что... Все-таки мастерство пилота у нас первичнее. Ты на губнирного гения. В том сезоне нет. Нет, в бешеных пилотах. В бешеных девяностых да, но в том сезоне точно нет. Это была Лола. Видишь, а? Вот она там. Я готовился к эфиру, поэтому я точно тебе говорю, что в том сезоне Лола заявилась исключительно на один этап, и там сошел. Кодицу и комментатор. Че это? Царя Ана. Да, знаешь... Ты прям этот... Дороги, да... Придрёк его. Испорт. Нет. Не придрёк. Теперь тебя на него давит брус истории, ты не понимаешь. И на Игоря Пешкова сейчас ничего не давит, потому что он чемпион. Да ё-моё. У Бугдавицы. Вау. Космократор что только что показал за время? Я... Я... Может он срезал, я не знаю. А нельзя было в квалификации так проехать? Видимо нет. В квалификации то я честно не... Он всё посрезал просто. Возможно. Сейчас я перемотаю Аню. Сейчас посмотрим вообще. Срезал он или не срезал. А, да, срезал. Он... Он прямо проехал по... Финальной шликани. Так что это не считается. Да. Так что я здесь понял, что я ехал по квалификации честно. Андрей Пешков говорит, что он сошла и самые медленные это разные вещи. Но у нас не самые медленные, у нас машина показавшая мне меньше результат. Да. Иван. Так. Потому что даже... Несмотря на то, что Волода заявил за сегодняшнюю одну банку, может быть, она не такая медленная, но команда, которая заняла предпоследнюю позицию Spirit, который никому не достался сейчас. Байкский. Никому не достался. Никому не достался, чтобы потом сказать. А, да. А, да. Они заявились на три гонки. На три гонки. И не прошли по реквалификации. Уже такой вариант. Но они заявились на три гонки, они, соответственно, показали лучший результат. Вот. Ну да. Возможно. Юзыка космократов читак обрезун. Обрезун. Это прям такая кликуха, да. Крутая. Формап заканчивается. Пилоты готовятся к гонке. Я напоминаю, ребята, что, по крайней мере, не надо таращиться вперед на всей скорости. И если вы находитесь сзади, то не стоит таранить те, кто впереди. Искренне прошу вас. Пожалуйста. Я подозреваю, что это лога, которые квалифицировались на седьмом стартном году, это гримушекиристы, не использовали тактику. Сервис говорит, что ему досталась колымага, судя по надписи на машине, у него там написано «Калемотто». Калемотто. Вот. Пилот у нас потихонечку выстраивается на стартовую решетку. А, я забыл выпить водички во время вармапа, ты меня совсем заговорил? Да. А у, между прочим, «Удар в дизель» написано «Беатриче». Смотри, как красиво. Поехали. Беатрис. Смотри, друзья. Беатрис. Беатрис. И давайте будем… Уже ребята выстроились у нас на стартовой площадке. Посмотрите на это. И да звучит как «Беатриче». Окей, посмотрите на… Господи, посмотрите на эту разноцветную пилоту пилотов. И сейчас вот сжигаются сигналы из запора и отправляется пилот Игорь Пешков прекрасно стартует к пилоткам и барабан сейчас очень близко находится. Космократор да ранит кухар, да вот, сожигается. Сейчас что-то делать. Да. Осталось без каких-либо… Тут столько всего происходит, что я просто не успеваю, потому что, например, Гордон Форма сейчас на третьей позиции, там сейчас Космократор разворачивает, но он едва-едва не задевает Грима. Грим сейчас прорвался в свои последние позиции. Космократор далее взявлит в операторе, Байтера тирал шкриз. А что у нас там? Да что ж, Юдес там? Грима развернула еще раз. И у меня подвеска сломала. У нас в начале второго сектора Кулкарта Шикси тоже его разворачивает. Это, между прочим, борьба за второе место в чемпионате. Кестлер Гордон. Барабан Игорь Пешков благополучно избег всех этих неприятностей и сейчас находится на первой позиции. Ой, 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 ошибается, он немножечко в третьем секторе. Но у меня сейчас уже колесо в колесо и в штырь кипит, возможно будет атака. Да, пивотка барабана обходит Игоря Пешкова. Как он фотографировал? Как он его заблокировал. Так, Гордон фону сейчас на третью позиции заходит сервер. Ой, ой, Андре. Кому пятый и кому... Как тебя крутите сейчас проходит и колесо в колесо в колесо. Нет, не колесо в колесо в колесо, а не колесо в колесо. Пctor Ухарт на 6-ой позиции Космократа 7. Вайтерер Грим и Серкс на 8-ой, 9-ой, 10-ой. Позuitive. Серьезно, я на 6-ой. Вайтер равна свою команду Кироли Форд и динозит просто потрясающий дрифт далее у нас на низкой позиции ой 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 вы че тут устроили разворачивают шпильки и пиво-водку разворачивает их обходит Камуи и Кеслер господи а что происходит я не знаю Кеслер первый рулевой камер нет не первый, Фроман первый да, Фроман первый а здесь на низкой позиции Камуи Гордон ой Игорь Пешков сейчас но он пропускает кому и вперед и космократы уже остановить я думаю, что, к сожалению, у нас плана я бы тебе не стартовал, чтобы я бы тебе не стартовал я бы сошел, я бы сошел, я Руслан сошел у нас очень много пилотов заезжает на пяты после первого круга а это говорит потом люди живут не о том, что расход если бы нет, это просто ремонт валидов, я подозреваю, что первый круг для этих пилотов не очень хорошо прошел, а это грим тетка барабан сергский культер а что у нас впереди? впереди у нас Гордон Фроман на первой позиции далее у нас Кеслер, далее Камуи, далее Игорь Пешков далее космократов, все они почему-то срезают шикану все да, на въезде в третий сектор они почему-то очень сильно срезают шикану и у Вайтера на шестой позиции да, Вайтера шестой, там Игорь Пешков проходит кому и он сейчас или нет, или кому и проходит Игорь Пешков перекрест траекторий нет, Пешков остается на третий позиции, но до Кеслер уже со всего ничего, всего ничего какие-то несчастные парочку секунд парочку долей секунд, что там впереди происходит сейчас, Слай Милани его лотус дымит, дымит и что-то с ним происходит очень плохое скорее всего, это числительно напитый зачем ты это сказал Кукхарт выехал из питов и Кукхарт сейчас находится на восьмой позиции это уже почти круговый грим, 10-й петел петелка на 11-й позиции и Слай Милани сейчас находится опять же в питах, петелка барабана на 11-й позиции 10 серкс 9-й грим, 8-й, это тип петелок, которые поглывали в питах там сейчас произошло с факту, кажется между серксом и кругом и парабаном на 10-й позиции, а что там у нас в борьбе за второе место, борец в второе место у нас с активизацией игорь пешков в туалет продолжает поворот в сфере ул мы решаем украины вот так и я в этом году уже обожение оборонежа в прошлом кистре его ассоциация в борьбе за первую позицию ах ты блин да что же все равно не получается кто там заезжать нормально в этом шкафе на начале третьего сектора и на то, что космократов заезжает там широким временем я уговорю то, что он хотел сидеть Фроман в шпильке и заехал, стал широко у тебя... да, 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 и счастье, что он никого не задел счастье, что он никого не задел Космократов тоже, чем на узорочках Кому только немножко широко зашел и это означает, что пешка сейчас благополучно отвязывает сад обвязывается вот председущее приближение опять сижать да, это действительно так Ну, я думаю, что мы только пропортированы как все вначале есть агроном в первый раз но пропускаем но воспользовалась на самом деле сейчас немножко нехорошо впоследствии А Космо едва не разворачивает Едва не разворачивает И вот такие у нас Такая борьба у нас будет преследовать Скорее всего в следующем гонке Фроман лидирует на первую позицию Но до Игоря Пешков 4 секунды Космо разворачивает, а я И он теряет свою, нет, пока не теряет Он все еще пятый, да Уайта Террора далеко достаточно Что-то у нас далее, у нас далее 6-й Уайта Террора И его Тирон Форд 7-й шикаист, шикаист Ну да, на 7-й позиции находится этот пилот Сейчас, это потрясающий результат Ну только единственное, что он завязает повороты И немножко не вписывается, но это уже какие-то издержки производства На 8-й позиции у нас находится Гримм, 9-й серкс Игоря Фроман Минар делидирует Минар делидирует, да Кухард и пилотка-барабан, видимо, зашли в бесконечный круг из штрафов Потому что, судя по всему, у них не получается их отбыть И что я не понимаю, что происходит по всей неделе Потому что, типа, у нас тридцать их подряд заезжают в Куты Это означает, что если так и продолжится, то, кому он станет фриц-чемпион Как я говорю, вот так, что прошел кеслер Это, 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 это вот вкратце то, что происходит У нас сейчас там, Шикрис пропускает плотов очень, говоря, корректно Да, шоу, сходи, я думаю, что мы спула Кримм И это означает, что мы у нас на 7-й позиции Кримм пошел, и я ломаю машину Гримм, я говорю, вот кому и и... И в очередь, который напоится в фиге лидеров, он не отстает Я сломал нашу бюджетную игру! Их достаточно много. Только барабан сейчас всё ещё в петах. Нискренне не понимаю. Можете написать в внутриигровой чат, если можете. Но желательно узнать, что там происходит. Пока ремонтирует. У нас оба человека тоже из-за поломки подвески. Да, очень долгий ремонт, говорит Сергс. Окей. Кому я обошёл Кеслера на въезде во второй сектор и сейчас кому я обошёл Кеслера. Впереди него только Игорь Пешков и Фроман. Между Фроманом и Пешком несчастные три секунды. Это достаточно мало. Космократор не получается. Коскопулирует гранит. Да, да, да. И косит траву. Вайтера на шестой позиции. Удачно этот филот прибежал всех неприятностей. Гримм седьмой. Шикейст восьмой. Пухар девятый. Коковарван десятый. Слаймилайн одиннадцатый. Серкс двенадцатый. К сожалению, у него слишком долгий ремонт. Вот сейчас он выезжает из петов. Зяблик и Руслан сошедший. А Фроман уже вместе с Пешком находится в одном повороте Пешком. Он немножко срезает, но это не позволяет ему Пухарт опять заезжать. И ты, Господи, да что такое-то, да? Ты убрать его можно? Да я с гадочкой, не знаю. Ну я просто, если это действительно штраф, может это все дело в... Может это все дело в... не знаю в... Это просто я лошара, а чего вы успокойтесь. В каких-то моментах технических, не знаю. Так, СПК, посмотри, что там происходит у нас на... Красите, я... Как лидирует? Да удар дизель вообще загнал. Сейчас будет борьба за первое место. Так, сейчас попробуем сделать... Где убирать правилой справ. Ну, сложно отбыть наказание, которое ты не можешь отбыть. Это надо каким-то образом устранить, потому что уже несколько раз заезжали. Так, сейчас я попробую еще выписывать всем тем, кто... Ну точнее попробует поснимать. Пешков близко под приблизился к Роману. Порядка одной из десятых. Так, ну я по крайней мере не снял тех, у кого помню. Остальные пилоты мне заряжали так часто в ПТ. Ну, по крайней мере... Великим чемпионов у зародителя более удачный выход. И он пытается обогнать на статусу прямой с Романа. Поравнялись и обгоняет повороты в первую. Но сейчас пешков будет, будет ли обгон. У ее пешков сейчас... Хорошо. Такие обгоны хорошие. Это обгонгонки пока что. Войтеррор... Кому и... Кому и... Так, у меня сейчас сыграл. Я поставил Кому на шестой путь. На самом деле это не так. Кому сейчас находится на третий. И от него на три секунды всего лишь стоит Кестер. За ними все еще держится грим, который на седьмой позиции. И находится в круге от лидера. Которым уже сейчас является Игорь Пешков. Игорь Фуфром он уже отстал на полторы секунды от него. За гримом находится пилот, который проводит, наверное, лучше гонку в своей карьере. Это шпист. Он сейчас на восьмой позиции от пилотки барабана целый круг. Целый круг. И пилотка барабан, к сожалению, уже третьей гонку подряд. У него какие-то проблемы либо с техникой, либо со штрафами. На 10-ой позиции Слай Мелани 11, кстати говоря. Он все еще борется с автомобилем больше, чем с... Чем с... Ну, как ты очень здорово пополнил. Да. Я же говорю, что он больше борется с машиной. Там сейчас Игорь Пешков. Я не управляю за ним. Я тоже. Да. И серкс на тринадцатый. Ну, на тринадцатой позиции, к сожалению, не очень удачно. Да. Он у него поврежден автомобиль. И... Достаточно. У нас по поводу второго места. Прямой зуб. Я понял, кого я себе сейчас на мере ветер. Хочется так, где-то попадание. Это не запорчивает. Нет. К сожалению, сервиса тоже несложно складывается эта гонка. Угу. Больше никого не стоит. Так. У нас тут не то, чтобы актуализируется, но, по крайней мере, между кому и Кислером все те же две секунды этот разрыв стабилен и этот разрыв не увеличивается. Все равно учитывая то, что... Значит, давайте даже можем по темпу посмотреть, что у кому последний круги 1.26 и 5.1.27 и 1.1. А у Кислера последний круги 1.27 и 3.1.27 и 7.1. Немножко проигрывает, но не критично. Это достаточно для того, чтобы между ними завязалась какая-либо перепалочка. Игорь Пешков у нас вышел на первую позицию и, ну, вы видели прекрасное борьбу в прямом эфире и уже он на 7 секунд выигрывает в город Мухомана, а достаточно резисторная разница. Если проезжай. Ну... Если же обстал, что там выигрывает, там же круговой объект. Это не круговой какой-нибудь, это грим. Это пилот, который способен на очень-очень многое. Я напомню, что он победитель первого этапа этого сезона. На секундочку. Просто так победителем у нас не становятся. Серкс в новом сетах и... Я просто чёрт. Чёрт. Ты не должен был бы обгонять. А, чёрт. Беломеханика в 85-м был. Да. Да. Механики в 85-м только и делали, чтобы... Чуть технически, если ты едешь быстрее, с Вайтера на 6-й позиции. Тоже, тоже у него окажется прокол, какие-то повреждения с автомобилем. Тимит. Тимит. Зажимает что-то настолько сильно, что остаётся части резины по всей трассе. И её и тормозить даже не получается. Очень много теряет в контроле этот пилот. Учитывая то, что его тирал Форд абсолютно некомфортно себя чувствует. Фордом Фромом отстаёт уже на 8,5 секунд от Игоря Пёшкова. Игорь Пёшков, знаешь, это не тот чемпион, который выигрывает ровно столько, сколько ему надо, и уходит как Никки Лауда или Оленкос, например. Это вот человек, который каждую гонку борется. Эта гонка не исключение. Его можно поздравить с тем, что он сейчас на первой позиции. А если он победит, то... Это не наши Минарди, у неё должна быть совесть. Нужно Минарди выиграть ещё хоть одну гонку. Да, да. Минарди ни одну гонку не выиграли. Это Тора Росса, Минарди. Мы все знаем правду, что это не Минарди. А все равно Минарди, все это спрейма. Это не Минарди. Как ты не называй Тора Росса, это не Минарди уж точно. Минарди, он останется не Минарди. У Минарди заезжает в ПТ, и сейчас ему тоже предстоит длительная почему-то пробега. Это означает, что, возможно, Грим, который сейчас находится на длиннейшей прямой операционной шикарной, вырвится на шестую позицию. Вот так вот тихой сапой, он будет почему-нибудь подбираться и Космократору, который всё ещё пятый. Космократор тоже на своей Рено прекрасно проводится этот уикенд. КТ-позиция это достаточно хорошо. Космократор длинник на счётой позиции вырвается и уже отпускается в погоне за пилотом которого я упоминал выше. ССЕРСЕРСЕРСВУЕЗАЕТ ВЭСКИИ Ой-ой-ой-ой! И пока что вот такая у нас ситуация на трассе между пилотком Кухар, сейчас там, опять же, надреальский Грим, Пилотка-Барабаны, и Кухар, два пилота, которые могли бы выграяться в борьбе за вид. сейчас стоит на два круга от лидера от лидера в круге с которым находятся четыре пилота ну и кесарь космократа да они распределили так в общем равномерно она там стоит легендарная кстати говоря тут такой интересный момент что первым победителем гран-при формулы 1 на этой трассе когда она еще не называлась так как называется сейчас был жильвельнёв но ее назвали уже после того как тот сужение попал в фатальный инцидент кстати говоря а кому а знаешь как называлась эта трасса до того как ее именивали жильвельнёв нотр-дам нет нотр-дам нотр-дам как-то как-то соу соу кому и в пятах мы пропустили момент что кому и заехал в пяты и скорее всего это опять же какая-то починка потому что как-то так очень странно складывается и если у нас на третье позиции вырывается таким образом шокерец к сожалению все трассы легендарные это спорно да не скажу про макао макао легендарная как раз макао прекрасная трасса на я скажу что макао я на ней ездил но по макао даже говорили в фильме стандерболта запеченым по мнению на сколько такая трасса пропустишься несмотря на то что макао это португальский давай кеттлик приезжай да в фильме запеченого она была окей я не согласен к сожалению шокерец наш прекрасный пилот буддист сейчас пропустил пилотку барабана вперед находится на девятой позиции сервис наконец-то поехал так с тобой у нас откатился на пятую позицию таким образом у нас на четвертой позиции желтый чайник и космократер в нем ну как желтый ну просто дело в том что первые расцветки рено самоской команды они были очень желтые и из-за того что рено были очень быстры в квалификациях но при этом очень ненадежный в бонках называли желтые чайники вот можете видеть что желтые чайники превратились в черно-желтые чайники так снова вот так бывает такое когда с самого старта гонка не задается вот это видимо в случае этого байтера даже пилотку барабана пропустил что-то тоже не спадывает вот пилотка барабана врывается на седьмую позицию для этого все равно недостаточно для того чтобы обогнать то чтобы выйти не из чемпионской позиции не нужно обознать кому а кому это в одном круге перед ним и в двух позициях над ним в протоколе между ними расположился грим который очень стабильно кстати говоря штампует круги в диапазоне 1,28 и 6 1,29 и 5 в этой секунде у нас положился по крайней мере посреди 4 круга пилотка игорь бершков пока что игорь борется за позицию игорь борется за позицию да мы сейчас смотрим тоже будет ли или альфа мэо ну уехал уехал круговой это что то в стиле я не знаю что то в стиле В8 суперкар с австралийского это там упомнение с потерей контроля автомобилем или жетка в основном это было вождение а знаешь что погрячились но если все еще остается не неплохо, тем не менее, было красиво. Ну, они же находятся друг за другом. Тем не менее, это было красиво. Какой варк стоит признать. У нас на пятах, у нас кукар, у нас кукар, все еще в пятах. Кукар, все еще в пятах. Совсем. Совсем все плохо. И Кеслер, окей, я очень много всего пропустил. Я, например, пропустил то, что Кеслер пошел Гордону Проману. Или... Я в пятах был вообще-то. Или Проман в пятах. Да, Проман в пятах. Спустя 11 часов, после. А Кеслер пока еще в пяты не забыл. Или, видимо... Ну, знаешь, судя по времени, он либо в пятах был, либо очень сильно ошибся на пятах. Я оставлю на пятах. Между ними все еще очень мало, всего лишь 4 секунды. И вот, вполне возможно, что... Сейчас даже, несмотря на... Моя машина! Родительное отставание от первого места, на котором продолжает идти Игорь Пешков, который... Кеслер оторвался на 47 секунд. Тотальная доминация. Это почти что Мерседес до 2014 года. Ай, ёмай. Кеслер с гримом будут, несмотря на то, что между ними... Пойдет, это не серьезно? Так очень хорошо, у пальбы, просто... Сиди, 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 сиди. Ты что ты там всего маешь-то? Я уже сказал, что можно на этой машине... Замени ю по гарантии! Ну, ты три минуты, если бы попочиню. Да, 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 да. А если просто сменить резину и долить топливо, то они... они меньше. Ничь. Я тоже не успеваю замечать, что происходит на трассе. Каспорации, например, все есть. Скажите, просто все приварят и в крабе, и все. Ну, готовится, как бы, а... Готовится обогнать... За сетью? ...потик наузом в круге лидера. Да, лидера, лидера. Твои пилотов, помимо самого лидера, собственно. Я по комментариям не завяжу, что ты включил именно ту песню. Да. Я понял. Три гонщика, которые находятся друг от друга в разных кругах, не борются за позицию, а просто идут рядом. Ну, Фроман и Кесла находятся в одном круге. Да. Да. И между ними, между ними, одна секунда, дошлить меньше. Страшный заборчик, я чуть в космос не отправил. Фроман, можно было видеть, когда он в ночь, где листрия заходит. Ну, блин, я не знал, я не знал, я не знал. Прокопа, походу, у Фромана. Как у Фромана прокола? Так вот так пропускают, блин. Дымит. Так, я отстаю. Да, не отстаю до сока. Машина накренилась. Машина накренилась. Машина накренилась. Сейчас это еще ничего не означает. Но сейчас он с гримом, сейчас полеполучно. Да, он снимает. У него пробитый колесо. А, да, да, да. Ой, 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 обидно-то как. Ты вот меня не слушаешь, а это правда. Прости, пожалуйста. Я отныне буду теперь только тебя слушать. Да, он, Таш, клика не может затормозить. Если он полиции блокирует. Да, 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 да. Да, я уже не сказал. Я спрашиваю, скажите мне, на какой месте серкс езжу сейчас и в общей каблете. А ну, серкс на 11 позиции. Серкс на 11 позиции? Машина накренилась? Нет, машина накренилась. Я пока, пока ты говоришь о машинах. Космократор заехал на пяты плановые. Вот. И, да, 1.59 это плановые пяты. И выезжает на пятой претисе впереди Грина и Бурки-барабанов. Таким образом, кобор у нас подключается нечего-то позиция. Таким образом, кобор у нас подключается нечего-то позиция. Коборган Фроман и который, к сожалению, пробил колесо и сейчас опять заезжает в пяты. Очень удивительно. Ооо, я бы не могу лицать. Не совсем уверен от чего это зависит. Ну, какой-то упадет. У нас перестановка даже в нижней части таблицы. Серкс обошелся своими лами. И находится сейчас на один спорте. И, в принципе, вот такие пока что результаты. Все пилоты сейчас находятся в круге от лидера. Игорь Бешко все еще не заезжал в ПТА. Кеслер и Гордон Кромет сейчас как-то в них находились. Вот. Таким образом, почти что беспрецедентный случай. Спустя меньше чем половины гонки... Спустя меньше чем половины гонки... Прикой, икать отсюда! Никак. Да. Это рекорд или нет? Не знаю насчет рекорда, но это точно что снизу. Путь-нош! Совершенно невероятно. Моя гонка закончилась. Где это было? У нас там... Не знаю, что это было. Кеслер, ты посмотри на то, что Кеслер расшибся. Очень обидно-то как. О, он же улетел. У меня он за забором. Да, он за забором. Вот за забором. А вот он, перед забором. Это что-то плохо заканчивается. Кампу, и что с тобой? Нет, он... Вот меня поглядь, очень больно. Как так случится? И очень вдохе уносит сюда легкие дали. Он пытается вернуться, но не может. Ужас! Не можешь! Как у тебя получилось в свое попасть? Да никто не знает. Пытается не ехать вдоль забора. Может, ты не можешь выйти. Кошмар! Играет, пытается что-то сделать, и в льмошку совершенно в чудных местах, оказывается. Но благодаря этим всем перестановкам, Кеслер уже откатился на шестую позицию, на пятую пропустил Камуи. О, Грима, точнее. Грима. И у нас, в принципе, Камуи... Ой-ой-ой, Камуи тоже пропускает. Пропускает торможение, и оказывается тоже в стене. Ты посмотри на то, что происходит. Нет, не там же, в другом месте, на третьем секторе. И Космократер врывается на третью позицию. Да, Космократер в третий сейчас. Ой-ой-ой-ой. И кому я оказался в стене? Он оказывается в стене, но не за стеной. Да, но за стену. Здесь стена оказался Кеслер, и, к сожалению, это да, это сход. Вы можете наблюдать великолепную трассу, которая находится на острове. Вы видите водичку, и там город вдалеке, и пожарные машины. Все два пункта. Да, но Кеслер, если, к сожалению, идет сосредоточить. Ну, как-то если не проще, у нас в лидерах находятся, что-то же, без словно, это Игорь Пешков, который уже в футбол в пятак, и при этом все равно... Он может вернуться в окна. Зачем? Ну, как бы, если ты вылетел с территории трассы, то прости, пожалуйста. Нет, как-то... Да, это из него нет выхода. На второй позиции у нас находится Гордон Фроман, а на третий Космократер. Вот так складывается третий Космократер. Очень удачистый. Кому и в пятак, очевидно. И Грим сейчас, скорее всего, вырвется на четвертую позицию. Да, так и есть. Тоже в пяты. Тоже в пяты, но пока что четвертый. А Пилотко Барабан, шестой Кеслер... Четвертый на тысячу метров буквально. И что? Поошибся, промазал мимо своих пятов. Намного так и промазал, я скажу. Да. Это абсолютно повреждает. Так что Кеслер продолжает понимать, что с ним происходит и находиться в имбе. Тем временем, Пилотко Барабан порвался на шестую позицию. И между Камуи и Пилотко Барабаном всего ничего. И Пилотко Барабан сейчас, скорее всего, обойдет Камуи. Интересно это посмотреть, будет ли обгон. Камуи, он выезжает с последнего поворота туда, выезжает на старту прямой, а ходит Камуи. Это означает, что Пилотко Барабан будет чемпионом. Если действительно так произойдет. А, если он даже не Грима, как? А, нет, ну то есть, вот здесь, что-то по-процентной Амирантик. Там еще Серк впереди, Серк, кстати говоря, 12-й снова с нами Ланей его обошел. Вот, я смотрю, что тут Кеслером нет, Кеслером не получается. Если это не получается, вернуться на трассу и выйти. Вот у нас тут, знаешь, накаляется немножечко обстановка, несмотря на то, что Игорь Кешков абсолютно не чувствует, никакого предпочтения, ни со стороны, никого. Вот, мажорная, на мажорной ноте закончен этот чемпионат. Ну, то остальные пилоты между собой, может быть, и растерялись на трассе, ну, как растерялись, распределились, но определенная борьба в определенном спектре она все-таки происходит. Мы сейчас посмотрим, сегодня прошло даже, не прошла даже половина гонки, а уже столько событий, что я даже немножко путаюсь в том, что у нас на трассе, собственно. Да, я не знаю, такой забавный момент, что... Ну, это приставочетую водку, значит, чемпионат встает от него больше, чем на одну позицию. Да, на один круг он отстает от него. Ну, это же больше, чем на одну позицию. Ну, и он ее обгоняет. Да, в нашей гонке не факт. Нас люди обгоняют даже на выходе из последней шпильки в Канаде. Да, кстати говоря, Игорь Пешков, Игорь Пешков в Китах. Да, Игорь Пешков в Китах, Гуртон. А где обгонять шпильки в какой-то это вообще считается моветоном? Не у нас. Ну, тем не менее, Космократор вернулся в путь лидера. Игорь Пешков, Космократор, сейчас на третьей позиции. Игорь Пешков, Вайтерр, я живу. Войтерр и... Войтерр, Вайтерр уже на седьмой позиции, Кеслер все еще не может. Куда, я так погнул подъездку, что ко мне вернулась, помогать. Ну, да, просто это уже, знаешь,listые сериалы. Он пилу Водку разворачивает, сухой из, который стоит вдоль забора. Пилу Водка сломался без шеи четыре раза, это как минимум. Что там произошло? Ти-я-я-я-я-я! Ти-я-я-я! Перевернулся, пилу Водка. Он пытается развернуться. И попадает в серкс и серкс и переворачивает. Смерть, сняет, спойлер. О, Господи. Стойте, стойте, стойте. Стойте, стойте, стойте. Я же говорил, что понять мне плохая примета. педагоги на суткин в этом году я хочу к вам предъявлять что так же кресту тоже у него нет колеса блин ну а кого тогда ехал джек зелу замену вкусно и у приводки спустил колесо какой кошмар левая задняя левая задняя темнор во время этой ситуации грим вышел на 4 позицию прекрасный прорыв в сентябре все дисквалифицировать сайты и вот теперь из машины выгребали и для этого и считая и меня дисквалифицировать кому я 5 мы 5 и теперь он вот так вот а ты не зарекайся мало ли что еще произойдет но еще полгонки впереди последний джентльмен нашего чемпионата сэрс ясно 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 нет посмотри на то что игра с ним Она пытается как фигурку Центриса его перевернуть, но она слишком большая палка. КОСМО! ТЕРЯЕТ КОЛЕСО! Это какое-то творческое самоубийство было или что? Я не знаю. Я не знаю, что там было. Он ехал третьим, он ехал прям. У него прокол колеса был, теперь он тоже под стеночкой катается. Кесвер, мне страшно, что твою машину пульнуть. Шикарно просто. Там и Серкс тоже на крыше что-то вытворяет. Версу нет спойлера, мы уже определили. Этого антикрыла, да, вот. Не надо. Пилотка-барабан задоехал с пятых, кстати. Проколоты три колеса, чертила. Космократор доездит до своего... Его он все равно не починит, мы не знаем. Нет, его починят. Починят, только это не меньше 100 минут. Починят, но колесо его не прикрутят. Ого, блядь, антикрыло тебе. Он решил оставить себя всего на трассе, понимаешь? Да, посвятил себя всего на трассе. Как ты такой, Питер, дву-дву-двунащик? Господи, Серкс, оборот речи. Снях, что ты делаешь? Я даже не знаю. Пропусти. Ну ты как там пройдешь? Ты мешаешь людям ездить по стенке? Ну, короче, перестань, перестань издеваться над его, пожалуйста. Ну, я не могу. Ох, как... О, что он делал? Видел? Да, я это видел, я успел это посмотреть. Сейчас... Сейчас, таким образом... Сейчас, таким образом... Грим... Сейчас, таким образом, Грим выльется еще и на третью позицию. Благополучно. Сколько... Сколько игр еще заберет с собой? О, честное. Я не знаю, сколько игр с собой еще заберет, но она точно забрала всю радость у Космократора. О, господи, они со Слаймиланья столкнулись! Космо потерял два колеса передних! О, голубый. Я-я-я-я доеду. О, господи. Закосное, эльбин. Вы с ума что ли сошли, доеду надо? Он же четвертый! Хуй, убери! Он просто тwan, да? Он стал труда, он... Вот тот только не на быстру этой прямо, убил... У меня спихи вообще. Я с тобой на Травома приехал. Проезжай! Я решался, бля! я тебе про путь чувствую, я тебе обратно это знаешь, что это такое, это машина для дракрейсинга знаешь, вот благодаря этому всему у нас грим порвался на третью позицию мне его так жалко, я прям плачу я плачу не от смеха, я плачу очень мне жалко кому и на четвертой позиции слушай, Космо, ты похож на рыбу, которую выкинул на сушу можно только тебе Космо одного транслировать, чтобы вам закрыться да, инфеймерспиды заезжают да, ну что толкаем? все, я турнирую, что с него не надо, я так недорого, до снах снахел суббой снахел суббой снахел суббой ладилась господи, что происходит? я тебя сейчас его обгоню ты с Макратор он еще пятый он еще в пятерку он все еще пятый, да птунус, ну речи как он поворачивает, что будет по-вощей я не знаю где он не сможет боже, ты там посмотри, там в серксе шокаи стоят ребят нынг в кухне на северах еще в этом направлении культурной я согласна с гранатом при школах для того чтобы я согласился отписываться м чемпионат ужасно организации очень плохо все очень плохо сергзе доехал до питов по крайней мере он уже близко он уже того нет желания меня дотов космократор для космократора это прямая навсегда останется прямой самой длинной, наверное, в его жизни грим заезжает в питы грим заезжает в питы но у него пока что Sí Нет perché Чьели Нет что это же В Повтор уже ничего не покажет Господи ... Но блин это же не правильно Воскресенье Лучший гон чемпионатов Игорь, а ты точно тебя обогнал? Собычная Как у меня не верить, мне кажется, что он немножко... Немножко? Те, кто меня до этого обгоняли, они разбивали Даже для них на круг обгоняли А Космо? Космо еще нет Меня уже три раза не ломало Космо почти Я наскренне больно на Космо Что делать? Ну господи Ты сейчас аккуратненько А какая Космо Кратора запреплёшь? Абсолютно не так сказать Да сколько там осталось? Что быстрее кончится? 28 минут Быстрее закончится Космо Быстрее закончится Космо Если на той же прямой, где и Космо находится ЖКС пытается вырулить в питы, но как-то это не особо получается Господи, какие-то совершенно странные Муракозы происходят Вообще ужас И вот уже пятый, а ты говоришь, что он плохо начал гонку Ну знаете ли, с такой гонкой Плохо начать не означает плохо кончить Давай Церкс говорит всего 111 пункт Просто подержись, если какой-нибудь я вернусь за тобой Если бы не повысили Если бы не повысили пункт Если бы не повысили пункт Сейчас бы на трассе оставался бы один мегрепешный Возможно Тут по трассе Просто столько дымовых зарез Это военные действия Космократор седьмой Все еще седьмой Он едет Подожди Ему нужно еще заехать Непосредственно в свой пит-стол Ай Забор кривой Что делать такие заборы Возможно сейчас очень опасно посреди трассы Находится Нет Ты представляешь насколько Насколько Ой-ой-ой там едва крива не задел Очень опасно Да нет Я без управления По-моему у нас с тобой формула 1 нет 1985 и 1953 года Это примерно тот самый год Ну да, примерно Блин, не пуксует и я ничего не вижу У меня все шумит Естер почти доехал до питов Ваши виталии Кокаист в читах И песка Что нет в питах, знаешь? Какой вопрос? Учерки в читах Криотка 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 пятая Интересная ситуация Где только можно соревноваться? Космо... Космо не получается У меня отличные отрывы, ребят Да До первого места У меня так оказывается Один круг До второго места До третьего места Один круг У меня тоже самое Да, это похоже на мой круг Кто с обоих сторон Это бонусный Этот этап Делали не мы Давай проезжай Вот и с него А, пиво Несмотря на то, что между ними Два круга Три Не мешает ему бороться, знаешь Ну да Я почитываю, что Я сейчас отгоню Очень сильно рад, что Бол Пронесло на всех этих Подворачивать сухо Ты его обгоняешь Ну и знаешь О господи, что там вообще в первом пол В третьем повороте происходит Космократер почти доехал Космократер почти доехал Я не спалю Окошко Акошко Если спиталь, так если рачи нет Стой Криво Космократер очень опасный Сейчас прям на траектории находится И космон Если тебя не обещается заехать, то сходи Ну это просто совсем не непонятное что Я не буду не сходить это другое дело не было сома надо не искушай судьбу и как правило не может повернуть на предприятиях спорта а сейчас как его еще обойдет роман на второй позиции играет всего лишь один везет она начала побогаче да у нас урон ставить не 25 процентов опять скажи мне пожалуйста сколько он по чуть-чуть поворачивает пункт обошел космо скажи мне пожалуйста сколько осталось сколько осталось до конца этого 2 минуты 0 0 0 0 0 0 0 а ясно он промазит а чё толку от него сейчас показывал до 1 а вот кто меня может дополкать до 1 будьте добры хотя бы время показывал сколько осталось да я тоже вижу что 0,4 целого а конкретно сколько Вернуть Чиз, подъедь. Чизец, подъедь и дотолкай меня до подзыва. Зади машину, выйдь на трассу. Я не хочу... ...делать ситуацию на трассе ещё более аварийной. Ты, Китикар, выпустили, боже, давно. Достаточно, спасибо уже. Не надо. Кстати говоря, Кестер выйдет на трассу, он впереди их шейст. За твоим треника. Больба за позицию на минуточку, за десятую. Да-да, серьезно. Да, да, серьезно. Ну, Кестер не так много потерял. Всего лишь десять кругов. Да-да-да. Сидевай, вот, просто прекрасная ситуация, когда лидер проехал 26 кругов, а человек, который замыкает пеллетон, 15. Ну, я. Хех. Спередица. Да, сзади меня. Да, блин, ну, только в нашем чемпионате гонщик может вылететь до пределок трассы, потом вернуться спустя полчаса и продолжить гонгу. Когда ты такое видел? Я видел, как это в фильме «Driven» по Сильвесту Шталу. Ой, дрив... Вот это фильм! Я знаю, что у некоторых людей бомбитов... Знаешь, мне все больше кажется, что мы занимаемся не организацией чемпионата, а игрализацией фильма «Driven». Да. Да, кстати, да. Кеслях, 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 давай. Спасибо. Нужно собрать команду разработчиков и степилить варфактами не больше. Ты меня, Лёхо. Давай. Давай. Да. У нас калксмократор. Его доталкивает Кеслях. Давай. Я тебе скажу, куда надо. Да. Понимает, насколько больно все это все дело. Кеслях, Кеслях, ничего не теряет. Сейчас посмотрим. Еще. 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 Ребята на питлейне вы там как-то это. Космо. Они должны стописаться. Еще надо понять это. Все. Дальше я сам буду. Кооперация чего-то. Это просто, я не знаю, они сейчас сейчас говорят, наверное, с Кесляхом. Просто там всевозможные варианты. Там бафетокроман, не надо. Вырочи. Не надо. Нет. Зачем? Зачем успокойтесь? Ну, поехали. Я надеюсь, что он не пострадал. Все. Космо. Да. Нет, нет. Он не в пятах. Ну, по крайней мере, он пытается до них доехать. Сила духа не угасывает. Кто им может оттолкать? Спастили одного космократора. Спастили одного космократора. Давай. 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 Надо что-то, пожалуй, запилить. Давай. Да как ты себя ведешь? Не надо. Я хочу это сделать. Он совсем в боксе не ехал. Это не туда, никуда. Это не туда. Некуда. Космокроваться подпошедшим, но... Как ты у него не получишь? Случай, да. Случай, да. Случай, да. Случай, да. Случай, да. Случай. Так, я тебе пока что скажу, ситуация на трассе вообще какая-то происходит. У нас Игорь Пешко все еще первый, а Гордон Фробан ставит его на крупу, а на вторую позицию. Третью кому? На один. На один. На полтора. На один. На полтора. На протоколе написано один. Фактор кричит, что даже если прошел 2.8, то было по 2.8. Ну, пока что на два круга не обошли эти... Короче говоря, не было. Кому и в ПТЗ уже? Кому и сейчас на третьей позиции, Гримм на четвертой месте, Пилотка Парабан пятый, Вайтера шестой, Кулкар седьмой. Космократа! Ха-ха! Космой. Слаймилани девятый, Шикаист десятый, Кеслер одиннадцатый и Серкс двенадцатый. Двое сошедших, Руслан Везярдек на тренадцатый четырнадцатый. Чините меня. Чините нормальную камеру на космос. Ну, 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 как-то воссталось. А где же нормальная камера? Нет, на... 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 на хоум... на хоум понажимай. Все хорошими колстю смотришь? Оу! , автормобиль. Двое сире... Нет! Можно понажимать и ты увидишь прекрасную картину, когда Госсома просто в ракете литит. Ха-ха. Да-да-да-да-да. У него тут еще немножко, знаешь... вот ну... ну, ч Spider-keeper, которая смотрит три четверти у него спереди… Вот у него у нас у автомобиля... Parece. Закрылки. У него... такое... Закрылки! Вот такое ландшине спереди… И вот такая, короче, линия, линия снизу, это похоже на мордочку дельфина. А? данный момент кроме них в курсов поистине власти доехал украинской области он менялся а вот так вот так вот так вот так вот его не видно так вот так вот так вот так вот так вот посмотрова если я тебя боюсь он не мог бы делать то что мы делаем титул я понял как она есть во втором секторе немножко ошибся игреем я не ошибся я буду жить от прыгну но относительно недалеко стена открывает послушайте я теперь уже не сижу я уже поровну меня может спихнуть охпит стопа и выжаска был у него он касается фара заедет теперь мне уже это надо я буду в буксе а я понял я понял как я туда заеду сейчас я заеду туда надеюсь на ту а это пусть я механики то толкают а я не знаю пробел по моему фарс я согласен да все я понял и теперь сдаем округательный канал ну по крайней мере можно с четкостью говорить что я не знаю ничего не я не знаю я не знаю все хуже будет зачем так как в в в в в в 10 позиции мне кажется мне кажется космос уже сдает назад потому что он приблизился к своим пятам в в я в 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 у меня я сейчас я даже пытаюсь управлять этим куском железа в этом году были в том числе так как я не знаю так как я почти заехал осталось чуть-чуть там все нет пока что пока что это Атаковка над официальной, я не знаю. Ну, это, по крайней мере, не то, как у нас оставалось три человека, а остальные сходили. По крайней мере, тут пилоты едут. Как к Космо, но едут. Не, тогда же... Так что, давайте, давайте, кто там такой. Народ, ну кто может меня дополгать? Вы меня в каеке. Всех, пожалуйста. Вот чуть-чуть вперёд проехать. Подожди ещё секунду, сто. О, а так он прияпуст на это, летичку. Теперь понятно, что я так мельтельно еду. Сразу погрязь, быстро. Тут, 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 тут. Пожалуйста, не сбивай меня с ситуацией над Райс, потому что у меня вот, знаешь... Я уже не думаю над интригой по поводу вице-чемпионов. А здесь, скорее всего, тоже всё лучше. Космо, а тебе тоже? Я же больше не играть вперёд. Нет, сейчас, сейчас, я выйду чуть-чуть. Вот значит как, да? Ровно вперёд? Ровно вперёд, да. Космо надо влайн видеть, надо въездить. Я должен тебе показывать, что он натратил. Сейчас, ребятки, вот, немножко проредили свои вряды. Да, они уже 20 минут едут, как проредили пролеженные. Космо мешает Вайтеру. А, Вайтер, Вайтер замил место Космо, на которое он прицеливался. Попробую, пешково прокол. Пешково прокол. Пешково прокол. так что это первое место никакого да да мы с вами читать то можно у нас есть я подозреваю что хочет помочь космон давайте у нас есть первое место хватит на третье а вот твой сэр не мог стартовать зато что ли все а че меня не обслуживают скорее всего сэрс они уже слишком долго доезжали уезжает сэрс уезжает сэрс а а вот и лично сэрс но между ними там элитов на месте произошло или еще раз потому что они оба оказались в стене а нет они оба ошиблись как чешу шипов а по поводу а воплотку а это я не знаю что это позиция пешка в пятах космой починили колеса есть он доедет по моему механики я уже просто смирился с тем шла первоначальная идея о том чтобы получить гонку окончательно осталось в далеком прошлом и вообще огненные колесики они такие да гордан фроман вернулся в круг лидера прикинь два вот это такова там дорогие листок просто долго стоит а и он две минуты на песне как-то для округа это слишком много ну потому что игорь пешков стоит шиппетах все и выезжает еще осталось 78 секунд нет вообще с вами без нарушения вместе с полном объеме на фигуре чувак на пустой обувь ой 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 бит я посмотрел где-то штат в северном году в рекламе организма а я именда тогда это опять спит я в голову грима приехал до 3 но он терял я подозреваю что если вы хотите спросить итак это было в 1 60 дох на встрече если так как заболевая террасами обойт полгода но там не может быть на столе я думаю что он не видит ах ты управляешь по муку нет опозиций москов москов 200 его водка сейчас на четвертой позиции грим 5 это было за позиция диспотекса потерял передние крыло у него прижима нет да ой ужас какой-то заберите ты говоришь 15 круглого почему маршал от ломки не ути 13 ну я думаю что сейчас искренне радуется тому что он едет например он мне кажется после этого он просто не сможет в любом симуляторе на канаде он заезжает да 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 это посттравматическое расстройство будет вот написано сейчас Горнохром 3,8 секунд поигрывает да это близко ха 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 ну что ж минут можно покурить 8,8 секунд ха 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 повезло а успеешь меня 98 ремонтировали я 105 ремонтирую а как чат во время игры на Т космо опять в пятах но в этот раз он выехал нормально заехал позже нормально господи там пупки да и грим в китае ой, 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 Космо, ты че так пугаешь все очень интересно ими очень много но, ты знаешь, я уже ни в чем не уверен да, согласен какой ужас такой ужас кого это нужно? 0-1 да, но мы точно не знаем но это в меньше 6 минут, это хорошо ты же не первый но сзади меня никого не это просто не потом что-нибудь это очень редкая ситуация для сегодняшнего Косможен просто режет все понят я щас не в шоку хочу подставить я щас не в шоку хочу подставить ахахахах ну, ну, знаешь, если я щас еще космоштрам выписал, то, знаешь, просто все просто вселенные сговорила что, как говорят, что решил быть да, Фроман, когда пошел было непонятно поставление моей машины остальные чемпионаты там борьба постоянно там какие-то ситуации гоночные так я тебя последние много кругов вижу кто доедет без проблем чё, я тебя не вижу ну, когда вот на этой шберике мы разворачиваем и я думаю, что мы вижу твой ник точнее ну я там очень сильно средоточен на удержании тачки даже если он и проиграет в этом ему там всего все равно о, да да, да понимаешь, в чем проблема да может оказаться так, что Игорь останется без кинишного времени в протоколе но будет первым он что-то в пикюре опять заезжает и водка-барабан и водка-барабан и тебе заезжает, да и... да, да, да да, да вот в чем дело ужас ужас если захочешь обогнать я тебя пропущу вообще без проблем да, Космо доехал да, Космо доехал Космо даже сердце обошел не, ну раз ты так взорвался может ты тормонишь отрезался что это? что это? чё это.? чё это вымραстилел мой картер liver фото давал да так что всех предупредитают ужас я рассматриваю регламент ГОРЦ потому что сейчас всё превращается такая, что кр근리кам противоречила высказывание дай я проеду всё потом делать зачем他 рассматривает регламент типа не б ol нарушают а не providing он, надо людейult pagar костум костум Косまあ ты ЧТА чтО да и в этом году до конца у вас не смогу в основном вот пока не соблюдал посттравматическое расстройство опять а теперь он едет задом в этом нет а вот так полотенцами после всего то два круга проблем кроме того все в порядке механика выиграть на линии свестиши пальцем такой подчеркнуть давай всех штат врачи беспредельно в часах власти в 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 а т да двигатель общежит степлее я хочу очень опасно стоишь это все равно бессмысленно да 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 движок в любом случае не почистил очень тебя прошу вы как а что космос да космос ошел и шикарин сошел собрала все таки это кровавая же тварь плотов тем разум нас на трассе стоится 10 мальчиков среди них сервис ботка аккуратней твой террор уже все проехали у нас да тут все чего то валяется так те люди которые выходят забирайте за собой основки будешь обгонять да не будешь обгонять видимо не будет только догоню оседал ты можешь догнать очень неожиданно это навряд ли у меня резина дохла нет я могу задумать я могу задумать гораздо раньше тебя это будет печально мы оба сдохнем ну да да мне просто в каждом повороте машину тащит я не знаю что я то только в поворотах так я даже если я тебя обгоню нет никаких гарантий что я ну что это же обгон ну что поедет по прямой и все обогнал нет это не спортивный атака никому я наблюдаю на промо нет не будет сергс вышел на 10 позицию под названием атака и проигрывает всего 35 кругов 40 кругов не будет конечно маркератор всех круговых собрал долг все время курдокончит вот она вот должна великий женец сейчас должен доехать ну по крайней мере да обгоняем обгоняем по идее обгоняем красиво это было немножко неожиданно извиняюсь не предупредил заранее я не знал что так чтобы это было сильно важно я понял что надо тебя опустить борьба судя по твоей траектории надо впустить а что у нас круг разница если от меня этим временем знаешь какой ух ты блин что я за тобой гнался на хуй не знаю что ты за мной гнался хахахахах я по этому сказал что тебя пущу он по русскому плюпу даже не будут вернуться оттуда понимаешь еееееей обгон да грима 3 круга ух ты чё он древний доказательство того что ад существует да да хахах вот тут герои Как же ты говоришь? Тут Кулхар в последний момент обошел вайт от аэрора в борьбе за позицию, например. И Кулхач шестой... Переключайся на Игоря Пешку, он теперь тем более в последнюю прямую заканчивает. Е, 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 е... Я хочу сказать, что заканчивает, мне хочется, чтобы мtw потоков скорее завеш бесит. Да ладно, веселая зато? Если не ударишь, я выбивай, и все Skway. по многим свидетельствуют и пешка финиширует в последнем этапе шестого сезона в качестве победителя и чемпиона нет еще господи, да что ж такое? давай финишируй ты где-то тебе говорю так, я два круга не выдержу говорят, Руси дни газ он говорит, я уже чем стопу не жгу ну, так ты ж пой что я на круг заезжал я вот просто не знаю все, на что я верил, оно рассыпалось в прах смотри на сервис, что-то осталось времени одна минута остаться можно буст закупить по вовсю 54 секунды я бы раньше не догадался короче, я сбавляю полностью скорость, обгоняй не догадывай, да не догадывай, да я даже не буду, не хочу себя к лесу пробить пешка сейчас, скорее всего я думаю, что он поступит так же, как и я в пятом сезоне просто станет перед у меня процентов нет, у меня остался один квадратик у меня еще у меня только чуть-чуть за половину перевалило у меня слишком часто срывает задний мост у меня че хай, 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 хай я просто доехать вот этот испорец запросил, я не понял пухарь не, ну на прямой то ничего не будет на прямой нужно газку подать это важный момент а вот повороты я уже буду проходить плавнее да, не-не, все-все, Игорь Пешко сейчас финиширует последний шаг, ну и такие чемпионства он подтверждает тем, что побеждает в финальной гонке чемпионата вот за что мы ему искренне благодарны за то что хотя бы один пилот проехал это все без каких-либо проблем ну, нет, с проблемами были проколы, ну в общем проблемы этих было меньше и да, первое место во всех смыслах это просто поздравляем, вторая победа в чемпионате и вот Кабарабабан финиширует четвертым и это означает что он проигрывает, давай параллельно финишируем как Камуэ как Камакер член, да ура товарищи, что серкс десятый финиширует да, там что ты нас кругом всего лишь проиграл ну там трампа шаганы перед ну да, я около финиша ну, последний поворот потрясающе, я не поспорю так, снулась финиш пилот просто не знаю мне нужно доехать хотя бы если я так понимаю, что только делал трассу у меня машина уже не слышит об этом говорить я нажал на тормоз ее влево, прям влево, вправо я охренел там ее ловить и оркестр восьмой грим пятый хорошее выступление прекрасное выступление стартовал на тринадцатом, если что и единственный, кто не принимает участие в этом всем в этом всем канале вот в этом вот вот в этом во всем, да кому Егор и Кроман финишируют колеса в колесо кстати говоря да, смотри колесо в колесо а никому и пытаются забрать, но у него не получается Кромана не включилась да, остается у нас два пилота о боже, ты посмотри на Кухарда он все таки в лимбе он все таки в лимбе он все таки в лимбе он тоже в лимбе он тоже не совсем страшно мне было страшно мне было страшно когда я облетел вот вот или наоборот да, кстати нефига тут пончики выкручивать вот примерно ну что, говори давай итоги да, тут как бы итоги как бы итоги подводить бессмысленно каким то образом потому что половина гонок чемпионата превратились в фарс это означает, что система рандомов в принципе его полки работают да Кеслер помогает своему напарнику несмотря на то, что это два разных болидов ну, в общем, да взаимовыручки ты знаешь, как этот это мне все больше напоминает такой чемпионат, который называется A Stadium Super Trucks когда пилоты несмотря на... ну, они собираются там гоняют что-то посреди каждой гонки коротенькой выходят safety car и все равно все, типа, собираются опять вот но создатель Робби Гордон говорил, что типа его цель чтоб сформировалось такое себе братство пилотов которые типа будут друг другу помогать и так и есть наверное самый дружелюбный чемпионат в принципе вот я думаю, что КРРЦ очень прекрасно делает эту функцию но довольно плохо делает функцию непосредственно гоночного чемпионата с не серьезно о господи вайдера финишируй финишируй да да финишировал ура 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 это очень спорный момент а я подозреваю, что да Так, приглашаем наших друзей, что он нам скажет? Всем привет! Привет! Ну что мне рассказать? Эта гонка была не совсем гонка. Это было примерно Первомировое поля сражений. Мой бедненький, маленький танчик ВТ-25 пытался прорваться через вражеские окопы и дымящиеся рвы. Потому что кругом валялись какие-то остатки, по бокам стояли машины, они дымили. Впереди ехала дымилка, которая закрывала весь вид. Повороты пропускались. Ну, по-моему, это было весело. Вот видишь, сыр, а ты говоришь, что не понравилось. Это было весело. Продолжай, продолжай. Нет, 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 нет. Я, пожалуй, дам слово другим людям, чем сказать. Хахаха. Роман, скажи. Всем привет. Привет. Ну, кому я всё писал максимально в красках, я скажу только, что эта гонка превратилась в мем про выживать. Любая машина на трассе представляла опасность, даже если она была впереди на нескольких кругов, позади тебя на нескольких кругов. Если в поле видимости была машина, ты в опасности. Хахаха. Вот оно так, даже в зеркалах. Да, ну, надеюсь, что мне очков второго места хватит, чтобы в итоге таблицы занять хотя бы четвёртое место. Ну, посмотрим. Хватит, хватит. Всем спасибо. Спасибо вам. Ну, что? Так, сейчас, дорогитель, дорогитель написал, секунду, дискорд, пожалуйста. А, господи. Такс. Да, ну, не сейчас. Дискорд. Пожалуйста. Что у тебя висит? Не, не, сейчас. У меня вроде бы развисло всё. Очень удивил Пол, всё-таки самая худшая машина. Но лучший первый сектор дал мне первое место на старте. Гонка началась отлично. Очень спорный момент, где я, наверное, готов буду принять свою вину, не поделили последний поворот с пиво-водкой. Дальше всё было отлично, я даже выключил буст и просто старался доехать. За пару минут до конца задел что-то в стене и, видимо, кусок жести торчал. Далее еле доехал до питов. Старался догнать Гордона на круг. Повторение, как в прошлой гонке. Было 70 секунд от него, тут White Terror решил вырулить меня на прямой. И тут моя машина просто жестоко начала тянуть в левую сторону. Я последние три минуты ехал, борясь с машиной. Ты уже не рискнул ехать. Спасибо всем за сезон, за борьбу. Спасибо большое админам за чемпионат, за отличную подборку трассы машин. Ой, спасибо. За своевременное реагирование в случае проблем всё было супер. Жду следующего сезона. Ну и ждём всё-таки гонку чемпионов перед новогодними праздниками. Ребята, если вы выцепите где-то боя Сёрджа, я буду рад провести гонку чемпионов. Правда. Но без него это будет слишком как-то всё не очень. Слушай, разметь, пожалуйста, Космо. Пожалуйста. Космо. 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 Да. Скажите. Пару слов Космо. Пару слов скажите. Ну, типичная болезнь для меня в КРЦ. Я начинаю гонить хорошо, а заканчиваю их вот так. То есть ничего особенного не было. Для меня это очередная абсолютно гонка, которая очень длитная, и из-за этого она абсолютно не даёт мне, не даётся. Я за формат, который предлагает Берни и Калстон в Формуле-1 на каждый этап две гонки. Вот и всё. Всем спасибо. Извиняюсь, кого задел, но машина не управлялись. И, собственно, вот, что я могу сказать. Спасибо. Спасибо. Ну, в принципе, Клава, заканчивай. Ну что, я скажу, что мы закончили. Всё был. О, у меня вылетел фартер очень. Ну, вот, как бы он вовремя знает. Он знает, он знает, когда это надо сделать. Он вылетает либо перед стримом, либо сразу после. Никогда он не вылетал во время гонки. За это ему спасибо огромное. Спасибо нашим гонщикам за то, что участвовали в нашем небольшом чемпионате. Подожди, подожди ещё секунду. Я должен посчитать результаты все. Вот. Я ещё с этим не закончил немножко. Вот. Такс. Гонка. 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 9-ым я сказал. И. Кто это мужчина? С лаймилани закончил гонку 9-ым. сейчас сделаю одну штучку я прошу прощения за такие да и я могу в принципе сказать собственно я начну снизу 22 алекс номан 2 2 очка 21 в цист 5 очков 20 зяблик 1983 19 очков am commerce in 19 место и 34 очка питкерсон 2 18 место 35 очков шикаист 17 место 71 очков слай милане 16 место 87 очков сай кролл 15 120 очков в код фроме и ссср 14 158 очков дэйв лайтест 13 188 очков космократор 12 269 очков грим 11 278 очков руслан на 10 позиции с 309 очками в активе white rr 390 очков и 9 место седьмое место поделили при этой очковой системе седьмое место умудрились поделить сердце и кесарь и знаешь сколько у них очков круглое число 444 444 на 6 позиции андреарс и 516 очков 5-й кулхарт 571 очко теперь слушай гордон формат 575 очков пивотка барабан 578 очков между третьим между третьим и пятым местом 6 очков на втором месте камуи и 600 очков поздравляю с вице-чемпионством и на первом месте игорь пешков 733 очка абсолютный чемпион лидер потрясающий бог этого чемпионата умудрился проехать его таким вот образом вот вот такая у нас такой у нас был чемпионат в общем и целом это вот как-то так вот как-то тут косма при зрительских симпаний я приз приз зрительских симпатий я абсолютно солидарен с этим зрителям заканчивай клал ну я как говорил забыл размечиться что фактор улица тогда когда ему надо сразу после звонки наши гонщиков поздравляем им они делают для нас это зрелище между прочим это мы-то так тут вообще просто примазались к ним они решили погоняться вот а мы так просто сидим и несем фигню на на их фоне вот поэта да и все все благодарности им адресованы должны быть вот и спасибо зрителям за то что нас смотрят вот за то что несмотря на дождь снег не знаю там не работающие все они нас как как-то как-то каким-то образом поддерживать и вообще не всем спасибо короче видителю дадут увидитель останется живых вот что могу сказать но судя по сегодняшней гонке так и есть вот поэтому всем спасибо всем до скорого до свидания до встречи наверное до встречи до